С заявлением о мошенничестве в полицию обратился 51-летний житель Белгорода. Мужчина сообщил, что с середины августа неизвестные несколько раз связывались с ним под видом сотрудников Службы безопасности финансового учреждения. Псевдоработники банка сообщили, что на его имя неизвестные лица якобы пытались оформить несколько крупных кредитов, и для того, чтобы остановить несанкционированные транзакции, необходимо получить встречные кредиты. Выполнив все указания мошенников, мужчина взял несколько кредитов в различных банках и перевел 8 миллионов рублей на предоставленные злоумышленниками безопасные счета. По телефону ко мне обратились из так называемого отдела финансового мониторинга банка по поводу того, что по моему счету совершается оформленный кредит, на мое имя оформленный кредит в размере 2 миллионов рублей. И для того, чтобы этот кредит не ушел на другую карту, нужно этот кредит прийти в банк, оформить и получить. После этого я взял этот кредит, получил кредит, получил его наличными в банкомате и перевел разными суммами по 15 тысяч рублей. После этого мне сообщили, что нужно исчерпать лимит кредитных средств, и для этого нужно взять еще кредит по размере 5 миллионов рублей. А для чего, с какой целью исчерпать? Они объясняли? Объясняли, чтобы никто больше не смог получить кредит на мое имя. Но они лимит какой-то обозначали сумму? Ну, сказали как можно больше. Я получил кредит на 5 миллионов рублей. Опять же его получил в банкомате и перевел на различные карты. Затем на следующий день мне сообщили, что на мое имя висят заявки на оформление кредита еще в нескольких банках. Но сначала нужно попытаться получить кредит или кредитную карту моментальную, чтобы окончательно кредитный лимит исчерпать. И я получил в банке кредитную карту на 700 тысяч рублей и снял с нее всю наличную сумму. И опять же перевел на виртуальные карты. И общая сумма получается 8 миллионов рублей. Следственным управлением УМВД России по городу Белгороду по данному факту возбуждено уголовное дело по признакам преступления мошенничества, совершенное в особо крупном размере.